В минувшем веке наша Родина испытала две чудовищные катастрофы, настолько глубоко изменившие не только ход ее развития и самовосприятия, но и саму русскую культуру, сам облик и характер русского народа, что в обоих случаях представляется правильным писать обозначающие их слово «катастрофа с большой буквы». Великая Отечественная война не только окончательно завершила, наконец, гражданскую войну, ужасающей трагедии и катарсисов в сплаве все еще разнородная, несмотря на индустриализацию общества в единый, почти монолитный советский народ. Сверхусилия народа, совершенного для достижения Великой Победы и последующего выживания в тотальной войне с Объединенным Западом, глубочайшая психологическая травма, которая навсегда впечатана в сознание нескольких поколений, свели своего рода культурной и психологической судорогой не только управляющую систему, но и весь общественный организм. Не говоря о гибели, на самом деле, лучших в этой войне, а об истощении самого народа. Это судорога выживания, это истощение народа стало одним, качественным причем истощением и количественным, стало одним из фундаментальных факторов, которые существенно ограничили после Победы возможности советской цивилизации соответствовать объективным требованиям первой научно-технической революции, прежде всего, в части свободы творчества, гибкости и психологической скрепощенности, и тем самым подорвали жизнеспособность советской цивилизации. В этом отношении действительно Гитлер и в целом фашизм, как политическая квинтэссенция западной цивилизации, потерпели поражение в 45-м, но победили в 91-м году. На самом деле, в 45-м году они потерпели два поражения. Первое поражение – это поражение фашистской Германии, а второе поражение – это провал попытки операции «Немыслимая», которую спланировал Черчилль. Он планировал напасть на Советский Союз уже летом 45-го года, еще даже до начала сокрушения Советским Союзом Японии. Не дали реализовать эту операцию не только демонстрации силы решительности, которую Жуков провел по указанию Сталина 1 июля 45-го года, но и поражение Черчилля на выборах 5 июля 45-го года. Кстати говоря, не факт, что мы не приложили к этому поражению в руку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!